Вот уже неделю коммунальные предприятия и спецавты перешло на круглосуточный график работы. В город пришла настоящая зима, о чем свидетельствует непрекращающийся снегопад. Снегопад он идет и идет, поэтому техника, скажем так, прошла и буквально 15-20 минут уже и не видно работы. Но он где-то заканчивается снегопад в 4. Сегодня у нас, значит, первая смена по продленке будет работать до 7. И мы, соответственно, постараемся все улицы, как и положено нам по контракту, зачистить. На дороге города выведена вся снегоуборочная техника. По традиции тракторы очищают центральные магистрали и только после этого переходят на второстепенные улицы. На предприятии работает, значит, 67 человек. Это и дворники, и водители, соответственно. По технике, значит, у нас, как и в том году, 4 ГДМки. И 7 тракторов, которые с пужно-щеточным оборудованием, которые именно занимаются уборкой снега. Со слов Алексея Костакова, к зиме предприятие готовилось весь летний период. За это время была отремонтирована вся техника и закуплены расходные материалы. На следующей неделе спецавта ожидает новый песк-разбрасыватель, предназначенный для обработки тротуаров реагентами. Традиционно этой зимой коммунальщики будут посыпать улицы смесью соли и песка. Песка соляной смеси за период летний заготовлена 6200 тонн. Это по нормативу, скажем так, с запасом на сезон 13-14 года зимы. Смесь соли и песка подходит для асфальтированных дорог и губительно для плиточных тротуаров. К тому же этим летом в Муроме появилась еще одна мощенная плитка улицы Ленина. Для этих участков, со слов Алексея Костакова, коммунальщики планируют закупить другой реагент. Ольга Килешина, Николай Малоденов, Новости 24, Муром.